Здравствуйте, с вами Наше Время и я Андрей Ивлев. Главное сегодня. Могли ли воспитатели избить пятилетнего ребенка? Вот этот рубец остался один. Здесь у нас были еще три ожога. Оренбурженко обвиняет персонал Гайского детского дома в непедагогическом поведении. Разбой в Оренбургской сауне. Мужчина пришел помыться и напал на администратора. Страсти наконечной. А ты молчи. Я молчи. Я вас молчи. Жители поселка Старой Ростыши устали ходить пешком до ближайшей остановки. И хороший повод признаться в любви. Я люблю очень сильно свою маму. Солнышко мое любимое. Я тебя очень сильно люблю. Оренбуржцы отметили день влюбленных. Вместо заботы и лечения, ожоги, переломы и побои воспитательными методами Гайского детского дома-интерната заинтересовалась областная прокуратура. Поводом стало заявление в полицию от мамы пятилетнего мальчика. Жительница Оренбурга уверяет, что на три недели доверила воспитателям Гайского детского дома-интерната своего ребенка. В итоге забрала сына в жутком состоянии. Врачи обнаружили у мальчика перелом ноги, ожоги на лице. У самого пятилетнего Данила детские церебральные параличи, множество других диагнозов. Поэтому рассказать, что творилось с ним в доме-интернате, он не может. В подробности шокирующая история вникла Екатерина Киселева. Вот этот рубец остался один. Здесь у нас были еще три ожога и пятый ожог вот здесь под глазиком. О Гайском детском интернате здесь не забудут, даже если захотят. Шрамы напомнят. В казенный дом пятилетнего Данила привезли всего на неделю. Местные врачи очень советовали. Однако интернат закрыли на карантин и разлука растянулась на 21 день. Когда Галина наконец увидела сына, она не сразу его узнала. Ожог увидели сразу, непонятный взгляд, мутные глаза, нет зрачков, ни на что не реагирует, плакать не может. Но все это оказалось цветочками по сравнению с выводами врачей, которым показали Данила. Вот оно смещение, то есть должно быть вот так сломано вообще на 45 градусов. Вот это срослось, так вот оно и есть, то есть это теперь не выпрямится, это уже все. Специалисты констатировали, перелому дней 17, не больше. Получается, ногу ребенку сломали на третий день пребывания в казенном доме. ЧП, видимо, не заметили, потому и помощи не оказали. Что зажег, говорят, что это диатез на кашку. У ребенка в жизни не было диатеза. Когда сняли колготки, увидели ногу, сказали, что мы ничего не знаем. Нянечка стоит и говорит, я его утром переодевала, этого не было. И мама, и бабушка говорят, все три недели разлуки с Данилом они места себе не находили. К ребенку не пускали, но многочисленные телефонные звонки реагировали довольно нервно. Ваш ребенок не может никак привыкнуть, он постоянно плачет. Ну что вы хотите узнать? Ну да, покушал, ну да, пописал, ну и все. О незетских испытаниях сам Данил рассказать не может. Малыш не умеет даже сидеть. От потрясений он отходит почти два месяца. И только на этой неделе перестал пугаться прикосновений самых близких людей. Он всего пугался, он вот малейшего прикосновения пугался. Я говорю, мы даже не могли поцеловать ребенка. Вот просто подойти, прижаться к нему, к лицу. То есть, видимо, по лицу тоже били. Эта история шокировала и полицию, и прокуратуру. Гайский детский дом-интернат всегда считался образцовым. Сейчас в нем находятся 450 детей со сложными диагнозами. Пришло время проверить воспитательные методы. Заявление поступило в Гайскую межрайонную прокуратуру. Оно принято к производству и направлено по подведомственности в органы полиции. Установлено, что на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Проводится дознание. Органы прокуратуры контролируют. Галина говорит, приложит все силы, чтобы отыскать тех, у кого поднялась рука на ее беспомощные чадо. Все эти годы ребенок сидел дома с бабушкой. И обе женщины сильно жалеют, что послушали врачей и решили переложить свою беду на чужие плечи. Очень жалеем, что такую глупость сделали. Екатерина Киселева, Вадим Ичаев. Наше время. Оренбургский водитель сядет в тюрьму за нарушение правил дорожного движения. Такой приговор Александру Портенко сегодня вынес в промышленный суд. В ноябре прошлого года 24-летний мужчина прямо на пешеходном переходе сбил школьницу. На кадрах видеорегистратора записан момент трагедии. От удара девочка пролетела несколько метров. Через 6 дней школьница скончалась в больнице. Авария вызвала огромный резонанс, ведь водитель грубо нарушил все возможные правила дорожного движения. Наезд на пешехода, на маленькую девочку, на красный свет светофора для водителя. Было в зоне действия знаков «Осторожно, дети». Ограничение скорости 40 км в час. Согласно экспертизе, проведенном по данному уголовному делу, скорость автомобиля была не менее 88 км в час. Свою вину водитель признал полностью и просил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге получил вполне лояльный приговор два года колонии-поселения. К тому же Портенко должен выплатить родителям погибшей 700 тысяч рублей. Родственники девочки на оглашение приговора не смогли сдержать слез, но уже сказали, обжаловать решение суда не будут. Когда до ближайшей остановки приходится идти больше километра, у жителей поселка Старые Ростыши лопнуло терпение. Дело в том, что их окраина не значится ни в одной схеме движения общественного транспорта. Поэтому водители маршруток нечасто балуют людей своим вниманием. Что делать с этим вопросом? Жители поселка вышли на улицу. Из Старых Ростышей репортаж наших корреспондентов. Вот так я шлепаю. Когда остановятся, а когда и проедут мимо. Из Старых Ростышей до ближайшей остановки каждое утро так шлепает добрая половина поселка. Кто в больницу, кто на работу, который год подряд. На этот раз дойти решили до перевозчиков и депутатов. Конечной 56-го подтянулись и водители, и потенциальные пассажиры. У последних явно накипело. Я целый 40 минут шла сюда, а муж у меня больной. Он еле-еле шел. Есть и с палкой. Есть вот, я сама видела, и с ребенком. Она бедная вот так вот голосит. Проезжает мимо. От таких претензий водители опешили. По их уверениям, на окраину поселка они ездят регулярно, по собственной инициативе. Несмотря на то, что этой точки в маршруте нет. Даже если один пассажир ездит в деревню, он его везет. Он его везет. Потому что мы не хотим, чтобы человек после рабочего дня, уставший, еще возмущался из-за того, что мы его не довезли. Кто преувеличивает, а кто не договаривает, выясняли депутат Алексей Кузьмин и частный перевозчик Елена Андрющенко, который в ответе за 56-й маршрут. Конструктивным диалог получился не сразу. А ты молчи. Я молчи. Я вас вожу. Закаленная в сражениях Елена Андрющенко слово взяла под самый занавес. Утешить собравшихся, как оказалось, ей нечем. Закон гласит, что автобус должен двигаться только в соответствии со схемой, в соответствии с утвержденной схемой. Только так и никак по-другому. На сегодняшний день схема у нас, старые расташи, не утверждена. Оказалось, водители, которые все же доезжали до окраина поселка, делали это исключительно по доброте душевной, нарушая закон. Но, коль вместо «спасибо» получили одни претензии, впредь подобных подвигов повторять не будут. В нарушении закона мы делать ничего не можем. А как же поступать с людьми? Как поступать с людьми? Этот вопрос мы переадресовали управлению пассажирского транспорта. Оказалось, над ним здесь бьются который год. Проблема в необходимости обустройства именно конечной площадки. Для того, чтобы там можно было поставить автобусы, должно быть отдельное место, должно быть разворотное кольцо. То есть автобусы не должны мешать другому движению, если вдруг личный транспорт должен будет проехать. Будем всячески стараться всем, чем можем помочь. Я надеюсь, что все-таки в этом году, как только сойдет снег, этот вопрос будет решен. Получается, перевозчики с чистой совестью поедут в старые ростыши, когда согласуют новые маршруты. А их согласуют, когда для конечной появится все необходимое. А появится оно, когда в бюджете найдут на это средство. Но пока каждое утро потенциальные пассажиры вместо зарядки будут продолжать заниматься оздоровительной ходьбой. Михаил Белов, Екатерина Киселева, Вадим Нечаев. Наше время. Ну вот и сегодня этот транспортный вопрос рассмотрели на заседании в администрации Оренбурга. По словам депутата горсовета Алексея Кузьмина, людей будут возить до конца поселка. А уже летом проблема с автобусным движением будет снята окончательно. В этом году мы этот вопрос закроем до конца. Был вопрос там по земле, не могли выделяться бюджетные там деньги. Этот вопрос сейчас по земле уже решился. И вот следующий этап мы ждем денег. И мы делаем там стоянку, и мы закрываем этот вопрос полностью. То есть водители смогут приезжать туда, на стоянку, ставить как положено по всем нормативам. Я добавлю, наш телефон открыт для ваших жалоб и новостей. Звоните по номеру 310462. Мы поможем разобраться в ситуации и обратить на нее внимание. Другим темам пришел помыться и заодно ограбить. Сегодня сотрудники полиции обнародовали видео разбойного нападения на администратора сауны. 36-летний преступник решил провернуть свой замысел в парной по улице Котова. Мужчина наносил удары железным прутом, однако женщина оказалась не робкого десятка и смогла дать отпор. Грабителя задержали полицейские. В результате преступных действий задержанного было похищено, сорвано с шеи потерпевшей цепочка с золотым кулоном. Отделом по расследованию преступления на территории промышленного района было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на администратора. Начинающие фермеры тратят деньги. В прошлом году из областного бюджета на поддержку малых форм хозяйствования было выделено 60 миллионов рублей. Средства получили 16 начинающих фермеров и 8 руководителей семейных ферм. В своих бизнес-проектах они прописали, что средства пойдут на приобретение техники, скота и на развитие села. После выдачи грантов прошло почти два месяца, и наш корреспондент Юрий Мишенин решил выяснить, на что в итоге тратят деньги на селе. Вот сейчас все, недельку все, они пойдут уже на улицу. Те же, я так все. Здесь самое главное, чтобы они отелились, обсохли, облизались, за силу взялись. Александр Панькин толк в сельском хозяйстве знает. Всю жизнь занимается животноводством. Сначала ребенком с родителями, теперь вот сам. Он один из тех, кто по программе начинающий фермер получил грант. Деньги потратил на автомобиль «Газель» и, естественно, на скот. Глава этого крестьянско-фермерского хозяйства, как и все начинающие фермеры, получил грант в декабре прошлого года. И уже буквально через несколько дней на полученные средства купил вот этих телок казахской белоголовой. Говорит, зачем держать деньги в банке, они должны работать. Из областного бюджета фермер Панькин получил 1 миллион 750 тысяч рублей. Говорит, помощь серьезная, ведь грант не кредит. Эти средства не нужно возвращать, а значит, все в дело. Сейчас в его хозяйстве 176 коров и бычков, плюс телята и лошади. Обещает, в следующем году хозяйство вырастет в разы. В плане, да, я говорю, что хочу 5 ферм построить вот таких больших. До 500 голов догнать кроеса мясного направления. И голов 200 догнать лошадей. Казахскую белоголовую он выбрал не случайно. Порода неприхотливая, быстро набирает вес. Вот эти бычки скоро пойдут на забой. В каждом порядка 300 килограммов экологически чистого мяса. Так что именно в этом фермерском хозяйстве бюджетные средства точно пошли на пользу. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наша Врешенева. Кстати, добавлю, по информации из Министерства сельского хозяйства области, все получившие гранты фермеры пока используют средства строго по назначению. Еще из новостей дня. Для высшего образования нет расстояния. Сегодня дипломы Оренбургского государственного университета получили два выпускника с ограниченными возможностями. Основы профессии они изучали дистанционно. Эта форма обучения сегодня, пожалуй, единственная возможность для инвалидов обрести специальность. По областной программе на факультете дистанционных образовательных технологий обучаются 78 человек. Сегодняшние выпускники успешно освоили курс бухучета, анализа и аудита и стали дипломированными экономистами. Буду стараться искать работу по профилю, то есть по профессии своей. Естественно, диплом довольно-таки престижный. Это Оренбургский государственный университет. Думаю, мне он не поможет в будущем устроиться на нужную работу. Свой красный диплом сегодня получила и 28-летняя Мария Шапкина. Мы рассказывали о ней в одном из наших выпусков. Девушка получила желанную профессию бухгалтера, невзирая на редкий диагноз. Из-за дистрофии мышц много лет Мария почти не выходит из дома. Однако лениться, унывать и отчаиваться не позволяет себе ни при каких обстоятельствах. Теперь девушка мечтает найти работу по специальности. В Оренбурге ждут Михаила Бабича, полпредпрезидента России. В Привозском федеральном округе прибудет в областной центр в пятницу. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства, Михаил Бабич обсудит в Оренбурге вопросы строительства жилья и эконом-класса, предоставления земельных участков многодетным семьям и развития среднего профобразования. Также полпредпрезидента примет участие в митинге, посвященном 24-й годовщине вывода войск из Афганистана. 15 февраля в 11 часов будут возложены цветы к мемориалу воинам-интернационалистам в парке имени 50-летия СССР. Затем вдовы погибших, их родственники и участники боевых действий отправятся в Дом памяти на проспекте Победы. После чего в 2 часа дня запланирована встреча с руководством города и региона. Завершится день праздничным концертом во Дворце творчества детей и молодежи на улице Карагандинской. Он начнется в 17 часов. Добавлю, что сегодня в Оренбурге проживают более 200 семей погибших в Афганистане. Всего в этом конфликте приняли участие свыше 6 тысяч наших земляков. Почти половина из них вернулись с наградами. Трем оренбуржцам присвоено звание Героя Советского Союза. И в продолжение темы. Малоизвестный факт, о котором не принято было говорить в Советском Союзе. 15 февраля. Афганская война закончилась не для всех. Службу продолжали пограничники. В числе оставшихся на чужбине был и оренбуржец Сергей Леонтьев. Он выжил на афганской земле, а встретил свою смерть дома. Сердце подполковника остановилось ровно 9 лет назад. Накануне очередной годовщины вывода войск из Афганистана. Сегодня его вспоминали товарищи по службе, а герои пограничники Ольга Патрушева. За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Эти кадры облетели весь мир и уже стали историческими. Генерал Громов отдает приказ о выводе советских войск из Афганистана. Вот только он явно скрывает тот факт, что за его спиной бойцы еще остались. Они ему приносят цветы и каждый раз плачут на могиле. Родители Сергея Леонтьева потеряли сына ровно 9 лет назад. Он прошел весь афган, а умер дома накануне очередной годовщины вывода войск. Однако тогда, 15 февраля 89-го года, семья его так и не увидела. В составе пограничных войск он оставался на чужбине еще больше месяца. В советские времена мало об этом говорили, но на самом деле пограничники в том числе выполняли определенные функции на террорию республики Афганистан. Основная задача была продолжать охранять границу на территории советского государства, то есть в Туркменистане, Таджикистане и части Киргизской республики, там, где была граница непосредственно республика Афганистан. Он был воином до мозга костей. Таким Сергей Леонтьев останется в памяти близких. Его военная летопись началась сразу после окончания пограничного училища. Когда начался ввод наших войск в Афганистан, то по территории состава, на которой служил он, проходила как раз одна из тракций туда, в Афганистан. Наши войска шли мимо его заставы. Так, по воспоминаниям родителей, началась война для их единственного сына. Но то, что их Сереженька служит в горячей точке, они не знали. Руководство страны советов этот факт тщательно скрывало, ровно как и фотосъемку. А потому о страшном афганском изломе Леонтьевы знают из скудных рассказов самого Сережи. Говорить об этом он очень не любил. Там достаточно было одного дня, и можно погибнуть. А он где-то два месяца был. Ну, это мужское дело. Раз он пошел служить, значит, он должен был там, где его посылают. В 90-х он вышел на гражданку и пытался забыть все, что с ним случилось, но не смог. В Оренбурге судьба его вновь столкнулась с пограничной службой. Сергей Леонтьев принимал участие в формировании пограничной охраны. Ну, здесь совсем уже другой вид службы был уже пограничной. Даже она хоть и образовалась, это совсем уже не то, конечно, было, чем он занимался тогда. Жена говорит, военный романтик, да и только. Даже в далеком Кандагаре ему было куда привычнее, чем здесь, в окружении всех благ цивилизации. И оказалась эта привычка сильнее жизни. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время. Роженец снова ждут после 10-дневного перерыва. Старейший роддом на улице 8 марта в Оренбурге возобновил работу. Учреждение было закрыто на плановую дезинфекцию. Помимо профилактических мероприятий, в здании провели мелкий косметический ремонт. И вот сегодня уже в обновленный роддом заглянула министр здравоохранения области. Каждый роддом должен ежегодно закрываться хотя бы на две недели, на помывку. Когда моется все, проветривается, дезинфицируется. То есть это обязательная процедура. Но вот очень долгие годы у нас то один роддом вставал в экстренном ситуации, то другой находился на ремонте. И вот теперь мы с прошлого года вошли в этот режим нормальной работы, когда после года работы останавливается, моется родильный дом. Стоит сказать, что плановому закрытию роддома предшествовала весьма неприятная ситуация. В январе у четырех грудничков диагностировали кожную инфекцию. Младенца в срочном порядке госпитализировали в городской перинатальный центр. Практически все дети, которые попали на лечение, были госпитализированы из дома. То есть прямой связи с нашим родильным домом нет. Их только связывает то, что они рожали у нас. Это первое. Второе. Жизни и здоровье детей ничего не угрожает, потому что у них была легкая степень покраснения кожи. В дальнейшем таких ситуаций, конечно, быть не должно. Сегодня после санитарной обработки роддом принял первых роженец. Будущие мамы поделились своими впечатлениями. Рожаю второй раз в этом же роддоме. Два года назад родила дочь, теперь за сыном. Всегда люди добрые, с улыбкой встречают, поэтому только сюда. Хороший повод признаться в любви. Сегодня День Святого Валентина. Праздник католический, однако он пользуется большой популярностью во многих странах мира, в том числе и в России. И сегодня на улице Харимбурга мы предложили нашим телезрителям признаться в любви. Сразу скажу, не все с легкостью согласились, поэтому особое спасибо тем, кто это все-таки сделал. Хочу признаться в любви своему любимому мужу Владимиру. Сказать ему, что я его очень люблю. У меня есть очень хорошая жена, ее зовут Алена, я ее хочу поздравить. Я ее очень люблю и я всегда постараюсь быть хорошим. Я люблю очень сильно свою маму, потому что она самый великолепный, замечательный человек в моей жизни. И люблю всех оренбуржцев, потому что я патриот Оренбурга. Поздравляем всех женщин, мы вас любим, желаю вам счастья, здоровья и быть любимыми. Юлечка, солнышко мое любимое, я тебя очень сильно люблю. Я тебя люблю. В наше время о спорте. Южный Урал потерпел 19-е поражение в чемпионате высшей хоккейной лиги. В среду вечером Орчане гостили в Ижевске, где встречались с местной Ишсталью. Поединок завершился минимальной победой Столиваров 4-3. Дублем в составе южноуральцев отметился Игорь Камаев. Еще одну шайбу в свой актив записал Роман Музычка. О том, что еще произошло в мире спорта, расскажет Сергей Тыщенко. Вас приглашает новый фирменный салон «Командор» на проспекте «Победы-5». Если шкаф-купе, то «Командор». Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Белые тигры отпраздновали 16-ю победу в регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги. В среду вечером Оренбуржцы принимали в Звездном Пермске «Октан» и сумели переиграть гостей со счетом 5-3. Тигры начали встречу активнее, уже к середине первого периода вели 2-0. Отличились Лачихин и Мельников. Пермские хоккеисты надо отдать им должное, руки не опустили. И еще до перерыва одну шайбу усилиями Плюснина отыграли. На 35-й минуте счет и вовсе стал равным. Большинство реализовал Попов. Судьбу встречи команда решали в заключительном игровом отрезке, который получился самым результативным. Болельщики стали свидетелями сразу четырех заброшенных шайб, три из которых в свой актив записали хозяева льда. В итоге 5-3 «Белые тигры». А вот Оренбургский локомотив своих фанатов вчера не порадовал. Накануне вечером железнодорожники уступили дома Краснотуринскому «Динамо». Уже к 28-й минуте гости сняли все вопросы относительно победителя встречи, отправив в ворот Оренбургса в четыре безответных мяча. Локомотив, к слову, пытался переломить ход неудачно складывающегося поединка и почти добился своего, сократив счет до минимума. Но при счете 3-4 «Динамо» соотличились еще трижды и довели дело до уверенной победы. В итоге 4-7. Железнодорожники терпят очередное поражение. Пока это все новости спорта. До встречи. Сейчас важная информация от городских электрических сетей. 15 февраля в течение дня в областном центре и Оренбургском районе в некоторых жилых домах не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами. Уточнить адреса отключения можно на сайте компании в интернете или по телефону 56-83-38, либо 98-48-48. И последнее. Праздник, от которого зависит, какой будет весна. В пятницу 15 февраля. Сретение Господнее. Считается, что в этот день зима встречается с весной. По народным приметам, какова погода на Сретене, такой и весна будет. Так, если на Сретене оттепель, значит весна ранняя и теплая. В воскресенье итоги недели подведет Ирина Шмидт. Еще больше новостей на портале 56rb.ru. Заходите. Вам удачи и всех влюбленных с праздником. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!